Витаю! С выходом FreeCAD 1 библиотека материалов полностью изменилась. Теперь она единая для всех верстаков, таких как МКЕ, БИМ и Рендеринг. Нас, как водится, больше всего интересует, как эти изменения отразились на МКЕ. Итак, переходим в МКЕ. Создаем расчет. Добавляем материал. Выбор материала теперь вместо списка представляет собой дерево каталогов. Из-за того, что библиотека теперь единая, в ней присутствуют материалы с одинаковым названием, но разным назначением. Из-за чего с непривычки можно запутаться. Возьмем, например, алюминий. Вроде бы все сделано правильно, но поля с механическими свойствами пустые. Обратим внимание на название папки. Очевидно, этот алюминий не для расчетов, а для визуализации. Ищем дальше. Находим целую папку с алюминием. Выберем что-то в ней. А вот уже у этого алюминия есть и механические, и теплотехнические свойства. Если материала нет в библиотеке, или не хочется его искать, по-прежнему можно поставить птичку, при которой активируются поля ручного ввода свойств материала. Если нужно добавить материал в библиотеку, то можно вызвать редактор материалов, нажав вот эту кнопку. Или полноценно поработать с библиотекой, перейдя верстак материалы. Для создания материала обязательно пишем его имя. При необходимости также можем заполнить поля с дополнительной информацией. Добавим ему физические свойства. Для начала добавим плотность. На вкладке свойства можно уточнить единицы измерения. Далее упругие характеристики. Их тут несколько, поэтому на вкладке свойства стоит уточнить, что в них входит. Ну и теплотехнические свойства пусть тоже будут. Вот мы набрали перечень свойств материала. Теперь заполним поля со значениями этих свойств. Плотность. Плотность. Теплоемкость. Теплопроводность. Коэффициент температурного расширения. Референсная температура. Незадействуемые величины можно пропустить. Как в моем случае объемный модуль упругости. Далее коэффициент пуассона. Модуль сдвига. Модуль деформации. Чтобы этот материал можно было использовать еще и в Beam верстаке, добавим параметры визуализации. Добавим базовый рендеринг. Назначаем цвета. Также можно добавить узоры и текстуры. Сохраняется пользовательский материал, папку юзер. Также для сохранения можно еще подключить кастомную папку. Вот наш пользовательский материал сохранился. Чтобы добавить библиотеку кастомную папку, нужно указать ее путь в настройках фрикада в свойствах верстака материалы. Вот здесь вот. Как вы уже наверно заметили, у меня в кастомной папке присутствуют какие-то материалы. И они почему-то отмечены восклицательным знаком. Эти материалы я создавал для прошлой версии фрикада. И в новой версии они не воспринимаются. Несмотря на то, что карточка материала по-прежнему представляет собой текстовый файл в формате BTO8, ее синтаксис координально поменялся. И для фрикада 1 материалы нужно создавать с нуля. Библиотеку материалов и папку, куда сохраняются пользовательские материалы, можно найти по этим адресам. И напоследок, попробуем добавить в расчет только что созданный нами пользовательский материал. На этом все. Такую за увагу. Библиотеку материалов и папки. Продолжение следует...